Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналия, и сегодня у нас очередное видео по обновлению в Star Stable Online. Посмотрим, на каких лошадках у нас теперь есть 40% скидка, какую гонку добавили в данном обновлении, каких лошадок куда перевезли, ну а также поговорим о том, что ждет нас на следующей неделе. Так что устраивайтесь поудобнее и лежите, длайте своих коней и... поехали! Начнем мы, пожалуй, с приятного, это со скидок. Но, прежде всего, напоминание. У нас есть северо-шведская лошадка старого поколения, которая имеет 6 мастей, и она, напоминая, до 12 апреля за 300 Star Goins'ов ее можно купить. После 12 апреля данную модельку и все ее масти разработчики уберут из игры навсегда. Но если вы успели ее купить, то она останется в вашей конюшне. Правда, всякие исправления и развития для нее больше не будут действовать, они прекратятся. Так что лошадки просто останутся у вас в конюшне. Так что не забываем до 12 апреля. 40% скидка распространяется на 3 породы. Ахалтикинскую, марварскую и арабскую лошадь. Таким образом, на виноградниках Серебряной Поляны теперь стоят все ахалтикинцы. Стоят они 510 Star Coins'ов с учетом скидки. Марварская лошадь на золотой... Марварская лошадь, которая находится в конюшне Золотого Листа, будет стоить 570 СК. Арабская лошадь на фирме Goldsport 570. Данные цены будут действовать до 12 апреля, тоже в среду. Так что если какая-то из данных лошадок вам нравится, советую воспользоваться данной скидкой и приобрести себе одного или более новых друзей. А теперь поговорим о лошадках, которые переехали. Все хаффлингеры третьего поколения уехали с конного манежа на ферму Марли. Английские чистокровные лузитанские лошади третьего поколения переехали в виноградники Серебряной Поляны. Все тракенинские лошади переехали в конюшню Золотого Листа. Юринская чистокровная лошадь теперь продается только в деревушке полумесяца. А все дикие лошади Юрвика находятся на станции Redwood Point. Все лошади породы Канимара продаются в Дундале. И из-за этих перемен на остров Падока и фермерской усадьбе Берка никого не осталось. Так что не пугайте, почитайте новости или посмотрите видео по обновлению, чтобы понять куда же все делось. Но также у нас есть еще некие изменения, о которых почему-то не написали. На лошадиной ярмарке появились все спортивные фризы, все гонаверы и все мустанги. Правда, цены на них еще не снизили. Но мы уже можем предполагать, что гонаверов и мустангов в скором времени будут обновлять. Я лично очень сильно этого жду. Фриско-спортивная лошадь. Все масти теперь находятся здесь. Стоимость 500 СК. Хафлингеры, как так и стояли здесь, 405 СК. Гонаверы, все масти, кроме масти из приложения, тоже теперь стоят здесь. Стоимость 890 СК. Мустанги тоже. Все масти с фермы Марли переехали сюда. Точнее, они в последнее время стояли в фермерской усадьбе Берка по пути к Дундун. Тоже переехали на ярмарку лошадей. Но стоимость пока не снизилась 969 СК. Так что вот такие вот глобальные переезды. Так что запоминаем, выписываем, фотографируем, катаемся, чтобы уже снова запоминать, какая порода где стоит и где продается. Ну а теперь перейдем к самой основной части данного обновления. В этот раз лю, то бишь лошади Юрвика, будут проводиться на ферме полуострова Южная Копыта. Гильер Магадея приехал в этот раз с гонкой для таких пород, как Ахалтикинская, Марварская и Арабская лошадь. Так что если все-таки вы купили со скидкой данную породу, то можете прокачать ее здесь же. Напоминаю, какие же условия. Гонка находится на полуострове Южная Копыта. Нужно обязательно поболтать с Гильер Магадея. Наградой будет 500 очков опыта лошади ежедневно. И испытание данное будет оставаться в игре до 12 апреля. Также, чтобы проходить данную гонку, тебе нужно иметь Star Rider, обладать лошадью одной из перечисленных пород любого поколения. Ну а также открыть полуостров Южная Копыта. Так что вот такая вот гонка. Давайте мы ее быстренько посмотрим. Я пропускаю все эти диалоги. Так как они в принципе одинаковые, мне интересен сам маршрут. Какой же они добавили. Я просто не помню, был ли Гильер Магадея с гонкой на Южном Копыте или нет. Но давайте проедем ее. Так, сейчас только надо кое-что исправить. Как же гонка без своей родной музыки? Музыки Южного Копыта. Я если честно смутно помню, была ли эта гонка до этого или нет. Но 500 опыта для лошади это всегда приятный бонус любому хозяину лошадки. Нет, такой гонки я не помню. Была какая-то другая. И по-моему та гонка была для понях. Или я могу ошибаться. В общем, пока что интересно и непонятно, как выглядит этот маршрут. Возможно, мы просто доезжаем до конца одной половины. Здесь немножечко туманно. Будьте осторожны. Доезжаем. И, наверное, потом нам придется разворачиваться и бежать в обратную сторону. Возможно. Корабль. Тут стоит корабль. Гром. У нас сейчас начнется дождь. Здравствуйте какие-то. Это тут быты или это что-то гонки стоящие? Я просто редко здесь по пляжу бегаю. Неужели это действительно гонка просто по всему южному копыту? Нет. Нет, нам действительно нужно заворачивать. То есть мы пробежали ровно половину всего южного копыта. А, нет, это такое маленькое расстояние. Такое маленькое. Вот этот кусочек весь, это и есть гонка, но... Смотрите, да, 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 это... Все... Декорации гонки. И в данный момент... Просто бриг... Это брига. Не яхта. Вынесла на берег. И вот сейчас она, кстати, уже пропала из нашего вида, потому что мы далеко отъехали. Это очень интересно. Данную гонку советую проходить с друзьями. И если бы вот эта гонка была постоянной, я не знаю, доска есть там или нет, когда приезжает Гильер Магадера. Но вот если бы это было как чемпионат, это было бы прикольно. Чисто на скорость, повороты. Это очень классненько. Мне нравится гонка, очень простая. Но вот если проходить ее толпой, то будет побольше азарта. Все-таки вот в одиночестве кататься почти 2,5 минуты. А может быть даже и все 3. Хотя немножко затормозилось на то, чтобы не включить музыку. Ну да, наверное, чуть меньше 3 минут. Но у меня лошадь восьмой уровень. Значит, наверное, 2,5. 2-2,5 минуты. Такое стандартное, наверное, время будет. Но мы сейчас можем, кстати, это посмотреть. Так, есть ли тут списки? От, да, у нас есть гонка. У нас есть гонка. Конный пробег от лошадей Юрвика. Таблица. Как она называется, лошадей Юрвика? Конный пробег. Таблица. Конный пробег. Конный пробег. Как-как-как-как-как? А тут его нету. Так как он, я так понимаю, непостоянный, здесь его в списках нету. В общем, да, хорошо, что с друзьями мы можем это уже проехать. И мы получаем 500 опыта за то, что выполнили это впервые. И если проедем еще раз, то тоже получим 500 опыта. Но я это сделаю чуть попозже. А сейчас мы поедем проверять одну интересную новость. В обновлении нам написали, что обновление клуба Бобкот. Немного преобразился навести девочек и попробую отыскать все отличия. Это очень интересно. Особенно то, что акцент сделан на девочках. Может быть... Может быть, девочек обновили? Я, если честно, очень редко рассматриваю лица NPC, но у меня такое чувство, что NPC обновлены? Нет? Это лишь догадка. Если вы нашли те отличия, которые произошли с прошлого раза, то напишите их обязательно в комментариях под этим видео. И расскажите, поделитесь же, какие изменения произошли. Но у меня такое чувство, что девочки действительно немножечко преобразились. Чуть-чуть. Стефания явно была светлее, по моим воспоминаниям, как и Джули. И волосы были совсем другие. А это уже, похоже, новые модельки. Там, по-моему, вообще не изменилось, как и Лоретта. По-моему, они вообще не изменились. Стейси, она недавняя моделька, поэтому с ней ничего не произошло. А вот девочки, у меня такое чувство, что девочки обновились. Явно. Я пересмотрю потом свои скриншоты и видосики я сравню. Но мне кажется, они их обновили. Так, тут есть еще одна девочка, которая стоит у нас отдельно. София. Что-то с ними их обновили. Так, у нас есть еще один бедный, недалекий человек. Беатрис. А вот Беатрис, мне кажется, они оставили. Я не знаю, это сложно. Навести девочек и попробовать отыскать все отличия. Вроде бы ничего не изменилось. В общем, я делаю ставку на том, что они изменили модельки девочек. Но я могу ошибаться. А в остальном, если я все-таки не увидела, не разглядела даже самые очевидные вещи, то все равно, пожалуйста, поделитесь этой информацией со мной. Мне будет очень интересно удивиться тому, что вы мне скажете. И приезжать потом и посмотреть, что же действительно здесь такого переделали. А теперь, что же на следующей неделе? А на следующей неделе у нас будет очень интересная сюжетная часть некого задания, связанное с Анной. Ее попросили потренировать молодую лошадку в конюшне Юрвика. Помоги, Каин, эта лошадка, всему научиться. Я видела спойлеры, и нам, в общем, хотят добавить наконец-то! Наконец-то нам в ССО хотят внедрить систему выездки по указателю, которая везде и всегда существовала во всех оффлайн-играх, связанных с лошадьми, если там есть выездка. Это то, чего мне так не хватало в ССО. Последняя такая версия данной езды у нас есть в загоне друидов, но вы сами понимаете, что это нужно еще дойти до друидского загона, чтобы вот эти задания с выездкой по указателям приезжать. И я рада, что если они действительно будут больше добавлять скачек, связанных с выездкой, вот так вот по указателям, даже со скоростью. В общем, посмотрим, что же добавят на следующей неделе. Ну а на этом все, и я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, ну и до встречи в следующем видео. И я жду ваших сообщений в комментариях о том, что же все-таки здесь изменилось. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова